Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Дассason Субтитры делал DimaTorzok который ты слышишь то есть она подтверждает звуковое подтверждение и прям щелчок его чувствуешь он сделай сейчас движение пальцев право то же самое то есть у тебя теперь есть быстрый режим переключения того что ты видишь например в правом колодце это очень удобно очень удобно теперь отсюда дизайну управление тем что будет в правом колодце у тебя ты делаешь прямо на нем то есть тебе не нужно заходить ни в какие меню что касается в целом меню если ты сейчас покажешь центральный монитор смотри в целом меню изменилась теперь она выглядит так живее графика поживее гораздо добавилась подсветка точнее большее количество цветов появились режимы переключения этих цветов то есть мы можем выбирать многоцветовые схемы сейчас я попробую это показать то есть разные зоны по-разному светиться буду разные зоны по-разному если ты меняешь температуру климата у тебя меняется цвет подсветки на той стороне на которой ты это делаешь обратите внимание на приборку вот этого разделения которое было на 222 на 217 там теперь в рестайлинге его его нет появилась возможность выбирать цветовые сочетания то есть не просто какой-то один статичный цвет вот например синие с пурпурным они все имеют свои названия реально видно очень хорошо у нас освещение здесь это что дневное у нас дневное очень хорошее освещение в этом салоне у нас прямо над нами лампы вот такие то есть в салоне светло очень живу но вместе с тем у нас достаточно ярко светит реально подсветка не видно вот особенно на на белые обуви здесь прям сады как обрати внимание что здесь у тебя идет синяя полотца а в ноги если ты посвете что она более фиолетовая ну то есть комбинировал все это как раз таки вот комбинация 2 мы ее выбрали существуют залепнуть можно еще дольше я просто когда только стас купил первый день ешку я чуть не вред не догнал машину впереди идущую там раз десять хорошо там она сама тормозит кстати ты видел как это видео завирусилась а ты мне тоже скидывал в общем ребята если вы мне еще не переслали видео больше не прислали видео где чуть не врезался фуру его выложили все смотра там смотра рф инстаграм и все каркраш и карньюсы все по-моему выложили в инстаграме это видео и скинули мне заодно его в отца рс дес тормозит сам здесь я так понимаю даже спрашивать я не буду делает ли он к этому мы подойдем сейчас пока лаври добро пожаловать то как вот она показывать или как автомобиль будет тебя приветствовать то есть разгораться будет все начиная от приборки водителя климат о чем я тебе говорил видишь то есть когда я например включаю этот режим вот наведи сейчас на правую сторону я добавляю температуру смотри но сейчас не видно я вижу вижу или я например уменьшаю температуру она сейчас прогрессивно меняется в сторону синюю когда я перестаю это делать подсветка становится обратно такой большой было далее по центральной консоли вот это вот часть ну было скажем так модернизирована видоизменена появился глянец может быть не так всеми любимый но он не везде здесь да только вот вокруг той зоны который ты управляешь переключаю все режимы режимы здесь стандартный автопилот на паркование в общем то того же поколения который мы с тобой тестировали то есть делает все это те же самые вещи все остальные кнопки по большому счету на своих местах они понятны то есть управление пневмой режимами хода функциями эко и быстрый переход по основным пунктам меню одну из главных особенностей в новом фейслифт с класса это беспроводная зарядка передней консоли вот в этом бардачке теперь всегда будет беспроводная зарядка но вот здесь будет такая еще накладка специальная красиво традиционный usb входа из выход под sd карточку остались на своих местах вот эта зона nfc служит для быстрой синхронизации девайса то есть прикладываем nfc чипом телефона к этому месту и все профили все протоколы синхронизируются момента ключ стас мне все показывает сейчас пошли ключи нового образца они я не знаю у кого лучше я видел от lamborghini ключ он же от audi я видел от gtr ключ он же от nissana x-trail а я видел от bmw пластмассовые ключи вот от bmw новый ключ да но это скорее уже мобильный телефон такой им никто не пользуется вот мерседеса на мой взгляд сейчас самый аккуратный самый красивый приятно держать в руках он очень монолитный тяжелый и сука царапается давайте говорить честно черный глянец однако я его ну моему ключу год был когда я его полярнул он в принципе стал как но мерседес сейчас переходит на все ключи до такого образца до постепенного всех автомобилях на всех классах mercedes-benz будут вводиться такие ключи можно будет выбирать как он будет выглядеть то есть ключ может быть черным с матовой такой окантовкой может быть с глянцевой хромированной окантовкой может быть белый знаешь чего не хватает я не могу не затроллить до фонарика включить вентиляцию сидения вентиляция сидения включена вот тогда наконец-то наконец-то я троллил давно mercedes за это он теперь понимает русский я сам любитель строгости и вот эти подсветки никогда не любил есть до сих пор люди которые немножко неправильно воспринимают подсветки они говорят кто-то говорит там как в девятке приклеили светодиодную ленту но это совершенно другой уровень визуализации салона и надо прокатиться в таком салоне чтобы понять это очень трудно автопроизводители которые сейчас этого не делают они отстают от производителей которые это делают то есть это сейчас тенденция рынка это должно быть в современном автомобиле в роскошном автомобиле это дает возможность визуализировать какие-то режимы работы систем вентиляции климата создавать определенное настроение кстати об этом тоже можно поговорить потому что с появлением фейслифтинга у mercedes bens с класс появился режим энергии суть режима в чем мы нажим по нажатию одной кнопки меняем полностью атмосферу в автомобиле то есть перенастраиваем работу вентиляции климатической установки подсветки даже аудио сопровождение меняется под настроение твоя любимая крыша твой любимый magic sky да это тонировка пацаны по госту реально по госту надо такое сбоку стас давай я затаил дыхание уже и мы сейчас увидим небо как это работает честно я не знаю какие-то кристаллы на них подается напряжение правда это интересно разобрать такое стекло но боюсь это очень дорого предлагаю переместиться в отсек я бы так сказал этого космического корабля из-за которого собственно такие машины и покупать здесь у нас стоит просто с класс с этой стороны и мы можем сравнить maybach с с классом лонг российского рынка мы предлагаем только длинные версии mercedes-benz с классом то есть коротышей коротких версий их нет поэтому эта версия длинная и по сути единственная которую можно приобрести а это майбах отличительная особенность в том что он на 20 сантиметров длиннее чем длинный с класс ничего отличия майбах вот эта вот секция и является частью двери покажи сейчас как это выглядит на длинном с классе здесь угол находится в двери то есть когда ты открываешь дверь весь твой дверной проем открыт но когда ты открываешь майбах часть стекла остается задней стойки по сути даже при полностью открыт для чего это сделано потом собственно разница когда ну говорят отделка там отличается и шильдик автомобили разная база получается разная длина и есть и по разному вообще по сути сделанные дверные проемы сделано это для того чтобы не просто мы увеличили пространство для ног а для того чтобы полностью открытой двери личность человека который сидит оставалась инкогнито потому что когда ты сейчас присядешь или я например присяду ты поймешь что эти смотри здесь мы да тут и так это видно мы видим спинку сиденья вот так если смотрим сбоку а здесь может пил сесть вы не узнаете что он ездит на крутой автомобиле вот таким образом это выглядит свой телефон не кладу на беспроводную зарядку кстати тоже новшества mercedes-benz после обновления в данном случае mercedes maybach беспроводная зарядка у нас по умолчанию центральной консоли в качестве опции предлагается для человека сидящего сзади ну естественно здесь стоят классы здесь я могу полностью перевести правое заднее кресло положение для комфортного перемещения на дальнее расстояние моё кресло начало уходить назад у тебя под под ноги здесь да по выезжает до штука стаж ну извини я перебью ты не дорос по ходу еще дома это не дотягиваешь а ты кнопочка все я понял вот таким образом так может там даже и спереди кто-то сейчас поместится кто-то очень горбатый или очень грустный что у нас тут с нездоровым образом жизни бар мини бар холодильник холодильник выглядит вот таким образом вот так вы встречаете гостей до выше расположен я бы положил сюда пару бутылочек знаешь я тебя полностью по это мотивация к покупке было бы очень серьезно мне кажется я бы прямо сейчас такой думаю вот были бы деньги то подумал блин чудо и выпить хочется в машину куплю а тут и шампанское есть магазин ехать не надо 9 привод здесь в данный ручь вас первый класс мы имеем два столика и не хватает нам только стюардессы далее очень важно дополнительные разъемы которые появились в обновлении это hdmi выход то есть можно на полном серьезе подключить сюда скажем приставку ну или через переходник даже мобильное устройство и в режиме mirror link вот сюда дай мы мы можем выводить на эту монитору верно это дожди мая абсолютно функционально у кто также да также можем подключиться через два usb входа и обрати внимание вот мы здесь то бы уже воспользовались этим usb входы именно для зарядки теперь я присяду дотянуться до переднего кресла здесь достаточно сложно с моим ростом вот у меня практически полностью сейчас вытянуты ноги посмотри как у меня полоски adidas красиво светятся управление климатом есть что затроллить надо тянуться почему вот не здесь было сделать под рукой если у вас пузо стас ты же понимаешь надо просить водителя на стас должен был такой хоба как как ковбой из кобуры достать одну прикольную штуку и сказать нет саша ты не прав тут даже с пузом все можно но он встал пошел в багажник то что штука лежала в багажнике но реально сейчас он парировал настолько круто вдвойне круто сейчас я вам покажу почему он показал мне давайте включим свет в начале вот эту штуку это пульт управления всем сзади то есть мы сразу я сразу говорю и что и можно управлять климатом он горит нет саша и можно управлять все если вы видите плохо не видите что происходит на том мониторе можно управлять климатом мы в принципе и всем до навигацию например радио носители какие-то если они подключены переключиться в mercedes-benz apps и установки то что сейчас нас интересует есть полностью настройка сидений системы вентиляции кондиционирования подсветки обогрева всех поверхностей у s-класса обогревается все подлокотники которые вы можете найти хожу в температуру и делаю холоднее подсветка стала синий но она и была синий сделай тепле она станет красной перестал что-то делать она сейчас вернется тот цвет который собственно можно вот если пузо нет и отсюда управлять вот мы делаем теплее и у нас подсветка загорается красным не успокаивается стас еще чем-то хочет удивить хочет показать мне наушники конечно я же не видел никогда наушники комплектные наушники беспроводные и производит их на здесь конечно же logo mercedes при всем при этом если мы посмотрим с чтобы вот сюда то мы увидим что их делает акг всеми нам известная фирма которая сейчас была приобретена компанией samsung про их комплектные наушники вы все наверное слышали про то что они невероятно крутые и как штатные наушники наверное одни из лучших здесь примерно такая же ситуация здорово играют понимаете о чем сейчас говорит стас ну то есть эта машина ну делает абсолютно все уже и тормозит и разгоняется и говорит своими человеческим голосом а стас говорит мне наушники есть ну совсем уже добить я не знаю что в ней нет правда стас рекомендация нужно шампанское смотрим дальше что у нас здесь ну зарядку беспроводную стас вам уже показал прикуриватель 12 вольт для левого и правого пассажира обрати внимание вот я сейчас буду открывать вот эту центральную часть посмотри на вот эту секцию смотри что с ней происходит она немножко отодвигается она ее туда пропускает недвину длинную секцию держатель для напитков с поддержанием температуры то есть можно установить сюда напиток и опять же оправдать внимание охладить его или нагреть таз давай нас затонируй полностью ну и конечно можем закрыть панораму что вообще полная темнота была и выключить свет и у нас тут просто нереальная атмосфера как сказали люди про мой компьютер можно горят даже его к монитору не подключать просто употребить наркотики и смотреть на систему водяного охлаждения так и тут не обязательно никуда ехать можно сесть и просто получать удовольствие от того что ты тут сидишь но часто кстати обвиняют знаешь что заехал значит рекламирую рекламирует стас это его работа я вообще не заинтересованный человек у меня скидку хоть сделали на колодке и левый и правый пассажир имеют абсолютно одинаковые функции то есть не только у правого пассажира есть опция выдвинуть под ноги вот вот эту подушку ну естественно переднее сиденье мы убрать не можем левая а все остальное у левого пассажира точно такой же и также все органы управления шторками люками боковыми стеклами находятся и у левого и у правого пассажира равнозначность я могу открыть панораму могу ее затемнять засветлять ну соответственно боковые шторки они же управление стеклами значит сначала они откроют шторки и потом откроют стекла стеклопакет здесь также у нас двойной для лучшей шумоизоляции очень круто расположена спинка заднего сиденья находится в таком специальном отсеке который также отделан деревом и там также сделано подсветка ну и самое главное я думаю нам надо показать стас то собственно из-за чего и будут покупать этот автомобиль это багажник у стас говорит тут есть еще интереснее вещь перед тем как мы перейдем в багажник это задние габариты как бы это не банально звучало автомобиль встречается владельца после того как он его открыл смотрим да ладно это ребята называется звездная пыль технология то есть у нас источник света находится сверху и он светит на вот эту вот крошку которая расположена внизу по я бы сказал нажатию ноги но это не нажатие надо сделать такой жест странный и багажник открывается закрывается этим уже никого не удивишь ну вот на таком огромном корабле он открывается закрывается со скоростью с которой вы его сами наверно не митнете так также у нас есть я так думаю кнопка да можем открыть кнопкой закрыть кнопкой можем забыть ключи в багажнике он не закроется не запрется ты уверен достаться то есть ты в настолько уверен что ты об этом оставил сейчас будет про так он еще открыл сам обратно так здесь у нас сабвуфер здесь у нас холодильник который вытесняет процентов 10 на багажника собственно багажник не больше меньше чем в ешке надо сказать ну по идее у нас сзади должны еще ехать две машины с охраной принципе вещи вы можете положить туда ну и для лучшего понимания какой обзор вы только что посмотрели остался попрошу объяснить чем отличается mercedes обычный с-класс от maybach и как вот позиционирует сейчас под бренд maybach компания mercedes по-моему в каком-то из обзоров мы с тобой касались уже этой темы сейчас существует три основных суббренда mercedes-benz всеми нам известны и всем нам знакомый mercedes-amg наш любимый и mercedes maybach автомобиль гораздо более роскошный очень многие вещи появились впервые именно на с-классе на maybach делает их эксклюзивными настолько насколько это в принципе возможно сложно найти автомобиль который будет роскошнее чем надеюсь обзор вам понравился я заехал поменять колодки у меня случился обзор меня часто обвиняют рекламе mercedes реально это место куда приятно приезжать машины на которые приятно ездить и здесь еще стоит очень много хороших автомобилей пишите в комментариях какого бы автомобиля вы еще хотели посмотреть обзор например целые с вот обещает стас скором возможно даже гелендваген возможно даже